Продолжение следует... Тема сегодняшней серии «Некромантия и спиритизм». В режиме прямого эфира вы можете звонить мне в студию на номера Плюс 38 093 264 1777 Второй телефон Плюс 38 098 857 3081 Я сначала хочу напомнить вам о себе и показать видео-визитку Пожалуйста, помощники, выведите информацию на экран Любомир Богоявленский, парапсихолог, эзотерик, а также таролог С опытом работы более 10 лет Имеет высшее образование Магистр практической психологии Практический психолог Преподаватель психологии С отличием окончил Ниженский государственный университет имени Николая Гоголя Где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии Также 3 года работал в Киеве психологом В государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми Участник русской битвы экстрасенсов 17 Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах Автор трех колод Таро Дей Таро Чёрта, Таро Колдуна и Таро Вечности Философ Аспирант Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей В визитке вы имели возможность увидеть сайт Центра эзотерики и психологии Прометей Которым я являюсь руководителем, также я создатель сайта Зачем этот сайт? На нем в разделе эксперты вы увидите гостей телепередачи А также самых сильных, могущественных без преувеличения магов-экстрасенсов Всея Руси Вы можете обратиться за помощью ко мне, либо к нашим мастерам И сегодняшний эфир я посвящаю светлой памяти тех, кого уже нет с нами в земной жизни Но вначале хочу остановиться на теме жизни И призвать всех вас, мои дорогие телезрители, жить Жить и бороться за жизнь Это бесценный дар свыше Каждый человек, живущий на земле, достоин всех ценностей мироздания Потому что он подобие Божие Цените вашу жизнь Любите и цените ваше тело таким, какое оно есть От матушки природы Будьте естественны и здоровы Жизнь каждого человека Это является, она является уникальным микрокосмосом То есть каждый человек является вселенной в миниатюре Человек – это малый мир, говорит философ Демокрит В целом же жизнь – это форма существования материи Закономерно возникающая по воле высших сил Бога и Сатаны При определенных условиях в процессе ее развития, эволюции, жизни Жизнь – это накопление бесценного опыта перед загробным миром Жизнь – это высшая школа, в которой мы учимся и развиваемся перед переходом в вечность Человек живет в этом мире для того, чтобы реализовать один из высших смыслов жизни И во царстве мертвых стать Бога-человеком или беса-человеком Цените и наслаждайтесь жизнью Благодарите Бога за то, что вам выпала честь и бесценное счастье Жить на земле в человеческом теле Учитесь, учитесь и еще раз учитесь Развивайте свой интеллект Потому что человек живет В этом мире для того, чтобы творить Для того, чтобы быть сознательным Для того, чтобы учиться и развиваться И приобретать новый опыт всю жизнь Не совершайте самоубийств Я призываю вас И не убивайте других людей Конечно, бывают редкие ситуации, когда нужно защищаться Ну или война в Донецке, Луганске Трагедии такие случаются Но даже тогда Пытайтесь не убивать человека Даже если ваша жизнь под угрозой Попытайтесь как-то так защищаться Чтобы обезвредить нападающего Потому что жизнь каждого человека Это бесценный дар Всевышнего Никогда, никогда я призываю Не сдавайтесь И не падайте духом Даже если вам невыносимо плохо, тяжело Молитесь и терпите За терпение дает Бог спасение Не умирайте Только не умирайте Ну а я и наши мастера Для того и находятся здесь Чтобы молиться за вас Чтобы вы жили Ибо жизнь Часто как зебра За самой тяжелой черной полосой Обязательно, закономерно Будет белая полоса Просто подождите Пока белая полоса И удача вдруг появится в вашей жизни И вы ощутите вновь счастье Радость Радость жить на земле Ну Понимаете Если вам невыносимо То, конечно же Вы звоните мне в передачу За Уже после эфира Нашим мастерам И мы поможем вам пережить Эту черную полосу Знаете, что смерть Сама придет в свой назначенный час Все случится само собой И вы, как и все люди, умрете И перейдете в реальность В вечности А сейчас Спешите жить И будьте счастливы Мои дорогие телезрители И с этой минуты Я приглашаю Каждого телезрителя К себе У прямой эфир Для того, чтобы решить Самую сложную Судьбу Ситуацию Самый сложный вопрос Если у вас Кто-то Умер Из близких Родных И вы хотели бы Получить хоть на мгновение Весточку Загробного мира С того света Звоните Я не могу дать гарантию Сто процентов Но я как медиум Как мастер Через спиритическую систему Мистический путь гея Через доску Уиджи Которая здесь Находится у меня Попытаюсь пропустить Через себя Некроэнергию Пропустить энергию Мертвого И дать вам Долгожданный Привет Ответ Из духовного мира Ибо жизнь После смерти Существует А душа Человеческая Бессмертна Я жду ваши Звоночки Пожалуйста Звоните мне Прямо Сейчас На экране Вы увидите номера Вы можете писать 093-264-1777 Второй телефон Плюс 38 098-857-3081 Пожалуйста Обращайтесь ко мне По любым вопросам Которые в первую очередь Связаны с темой Смерти Умирания Моя цель Вам помочь Чтобы вы Каждый получил Надежду И знали о том Что Духовный мир Существует И ваша судьба Все что в ней происходит Имеет свои Духовные Закономерности Жизнь Бесконечная И есть Также есть и другие Вопросы Любые вопросы У вас болит душа Хочется поговорить Хочется получить Помощь От высших сил Родные мои Звоните Обращайтесь Прямо сейчас Прямой эфир Я жду Ваши Звоночки Высшая сила Она ведет Она ведет каждого человека По земному пути От его рождения И до смерти И когда вы проходите этот путь Вы Приобретаете Вы приобретаете Бесценный опыт Но поверьте Моему честному слову Мастера черной и белой магии Когда вы будете Сын был Когда ему было 18 лет Он разбился на машине Господи Как я вам сочувствую Спасибо Вы знаете Прошло уже время Но он постоянно приходит Ко мне во снах И вообще Мне кажется Что он вообще Вот рядом со мной Вы можете объяснить Что это такое Я вот постоянно Об этом думаю Меня мучает Этот вопрос Все время С вашего позволения Я С помощью Своей Спиритической Системы Гейтера Чорта Это Системы для коммуникации С миром духом Нам Мгновение Буквально Я призову Душу вашего сына Чтобы он Сказал Конкретно Что он Хочет вам Передать во сне Что он Хочет сказать Какой его Месседж Это очень Ответственная работа И я не имею Права его тревожить Память Без вашего согласия Как мамы Если вам очень больно То мы не будем Это проводить Как вы Нет Давайте проведем Потому что Меня очень мучает Этот вопрос Я хотела бы знать Может я что-то Не так сделала Сына звали Никита Никита И смерть У него Естественного Наступила Там какая-то То ли трагедия Случилась Какая-то Он разбился На машине На машине Значит так У меня доска Уиджи Это портал Для общения И коммуникации С миром Духов И уже Лежит здесь Карта Мары Которая отвечает Триединой матери Смерти Санта Моэрты Которая отвечает За мир Духовую коммуникацию С миром Умерших Еще разочек Его имя Никита Никита И прошло Сколько времени С его смерти Год Год уже прошел Так Пожалуйста Вот Вы можете Сейчас О нем Думать И я Настраиваюсь На него Образ И Я начинаю Его звать Вода Огонь Камень Песок Крик Младенца Роса Земли Сок Свидетельствует Небо И земля Вызывая Силу Тьмы На себя Ты Тьма Тьмы Мне Помоги Покойного Дух Сюда Приведи Свечи Перевернитесь С потусторонним Объединитесь Дух Покойного Раба Никиты Приди Ко мне Что Есть И что Будет И чего Не избежать Ты Должен Мне Рассказать Зову Круг Мертвый Дух Темная Книга Темная Сила Людей Спасала Людей Губила Чтоб Все Правду Ты Мне Открыла Сюда Ко мне Дух Умершего Никиты Говори Честь Систему Гейтеру Черта И Ключами Соломоновыми Тебя Призываю Аминь Я уже вижу Я ощущаю Его энергию Это очень Тонкий Процесс Как будто бы Меня Пробирают Мурашки По коже И Я ощущаю Незримо Присутствие Духа И Видите Первая Карта Это Карта Влюбленная Эта Карта Говорит Мне Четко И ясно Ваш Сын Вас Очень Сильно Любит Любит Навсегда И Он Хочет Через Эту Карту Мне Говорит Чтобы вы Себя Не винили Не винили Потому что вам Кажется Что вы могли Его Предотвратить Эту ситуацию Чтобы это не произошло Как украли Его Забрали И Эта карта Мне показывает Он в вашем сердце Настолько Сильно Что вы Солнышко Плачете По нему Буквально Чуть не каждый День И вы Вы не можете Его отпустить Уже прошло И 9 дней И 40 дней Уже год Проходит А вы не можете Его отпустить Он очень волнуется За вас И говорит вам Я ощущаю Его энергию Вот эта карта Мне показывает Мамочка Не плачь По мне Пожалуйста Отпусти меня Потому что ты можешь Заболеть И он Очень волнуется За ваше здоровье Чтоб вы не заболели И Он хочет Вам сказать О том Что не вините В его смерти Какого-то парня Какого-то человека Не могу сейчас сказать Кто он Вот он Эта карта Ему обозначает Простите И отпустите У него Уже идет Переход Он идет По пути Вечности И поднимается В духовные Миры И я даже Заключаю По карте Сигнификата Которые здесь Есть Что Вот этой смертью Он Он чистый Он искупил Любые провины Любую вину И его Господь Сила Ведет вверх Но он Связан Через ваши Материнские Слезы С этим миром Солнышко Пожалуйста Пойдите В церковь Подайте Псалтер На полгода За упокой Вашего сыночка Отпустите его Я понимаю Что это будет больно Но я буду молиться За вас Он не находит Покоя И за вас Переживает Ведь думая Постоянно О нем И не отпуская Вы Включаетесь В поток Некроэнергии И поэтому Вы Соединяетесь С миром Мертвых Солнышко И он Вам снится Он Говорит Ключевой Месседж Он Вас Любит Мамочка Отпусти И он Будет молиться Там за вас На небесах Ваша жизнь Солнышко Будет продолжаться Вот Сейчас Завершится Этот телефонный Разговор И вы Ощутите Покой Я попрошу Силу Помолюсь За вас Благоставлю вас И покой Будет сходить А на терминах Мы поработаем Вся боль Уйдет И вы будете Жить дальше И ваша жизнь Наладится А это Горе И трагедия Мы будем С ним Работать Оно То что Случилось Предначерпанно Судьбой Такой век Вашего Сыночка К сожалению Оно так Но он В раю Живет Вечно И пусть Этот расклад Будет подтверждением Вам того Что Жизнь После смерти Существует Солнышко Я Завершаю Этот сеанс Я благодарю За вопрос Я буду За вас Молиться И болиться За упокой Вашего сыночка Спасибо большое Дух раба Всего хорошего Дух раба Никита Нашу программу Вечный сон Вечный сон А наш земной сон Мои дорогие телезрители Это связь со смертью Когда мы спим То мы соприкасаемся С реальностью смерти За гробным миром Почему человек Боится умирать Потому что он Боится Закона Вечного Сна То есть Закона Смерти Когда Проснуться Уже Никогда Не сможешь И от этого У некоторых Людей Возникает Даже Ужас Перед смертью Вот я спрошу У вас Мои родные Вы боитесь Умирать И большинство Людей Боятся Да Это страшно Потому что Умирающий Человек Не знает Что ему Будет Вечно Сниться От непробудимого Сна Покуда Человек В теле То даже Если ему Страшный Ужас Приснится То он Всегда Может Проснуться Вернуться В земной Мир И забыть Кошмар А в вечном Сне Ты с собой Ничего Не можешь Сделать Ты не можешь Проснуться Вот отсюда И идет Это церковное Учение Об аде И рае Что такое Ад Пекло Ад Это когда Тебя В вечном Сне Метают И мучают От одного Непередаваемого Ужаса В другой Ужас И еще Более Ужасный Это не можешь Проснуться И это Длится Бесконечно Потому что Сон Этот Вечный И человек Проснуться Не может Душа Не может Вернуться В умершее Тело Но Душа Может Если Мастер Белой И черной Магии Прочитает Слово Силы И используя Свой дар На мгновение Вернуться И дать Ему Месседж С помощью Мистического Пучигеля Таручорта Любомира Багаялинского Доски Уиджи Других Инструментов И дальше Она возвращается Вновь В это Состояние А рай Что же Такое Рай Рай Это Когда Тебе Вечно Снится Неописуемая Радость За радостью И Блаженство Бескрая Мои Дорогие Поистине Смерть Это Вечный Сон Стремимся Делать Добрые Дела Чтоб Наследовать Рай И цель Цель Нашего Вот Пребывания В этом Мире А также Цель Нашей Передачи Доказать И показать Вам Дорогие Телезрители Что жизнь После смерти Существует Что смерть Это Еще Не конец Потому что Душа Человека Бессмертна Мои Родные Я Хочу Чтобы Вы Знали Чтобы Вы Даже Ни на мгновение Не сомневались О том Что Ваши Умершие Родственники Близкие Люди Они Незримо Бывают С вами На Духовные Праздники Как Например Кутья Они Приходят К вам Во сне Личность Человека Ни одного Не умирает Это на самом Деле Потому что Все мы Люди Подобие Божье И для Чего Существует Магия Спиритизм Некромагия Работа С подбищенскими Энергиями Мои Солнышко Мои Родные Для того Чтобы Вы В этом Мире Четко Знали Что Ваши Умершие Мамы Папы Кого-то Детки Они Живут Вечно Они Находятся Просто В другом Мире Когда Наступит Тот Час Перехода В вечность И ваш Вас Встретят Ваши Близкие Но я хочу Чтобы вы Все жили Чтобы вы Не совершали Суициды Чтобы вы Не сдавались И вот Когда Вас Мучает Отчаяние И безнадежность Тогда Весточка С того Света Через Гейтеру Черта Через Другие Спиритические Системы Она Помогает Вам Пережить Любое Горе И любую Беду И знать О том Что Высший Смысл Жизни И есть И Земная Жизнь Это только Начало Вечной Жизни Начало Вашего Бессмертия Мои родные Если у вас Кто-то Умер И Ваше Сердце Болит Болит Душа Пожалуйста Прямо Сейчас Звоните Мне Прямой Эфир И Я Если вы Этого Пожелаете На мгновение Призову Душу Умершего Родственника Близкого Человека И Мы Посмотрим Какой Месседж Какое Послание С того Света Он вам Передаст Естественно Я не Господь Бог Я не могу Дать гарантию Сто процентов Эта энергия Идет через меня Я говорю Последствием Карт Я не могу Дать Какой-то Вам Конкретики Но Я Уверен В этом Что Даже Вы Телезрители Можете Ощутить Эту Энергию Как Незримо При каждом Спиритическом Сеансе В этом Эфире Ко мне Реально Приходят Души Умерших И Незримо Возле Доски Уиджи Спиритического Портала Мертвые Стоят И Они Говорят То Пусть Символически С помощью Карм Что Хочется Сказать Живым То Важное Что Живой Человек Должен Понять И Осознать Что Ж Говорит Мертвый Ведь В любой Ситуации Даже Если Боже Упаси Кто-то Совершил Суицид Знайте Душа Этого Человека Находится В Вечности В каком Она Состоянии Это Упокоенный Мертвец Или Это Неупокоенный Человек Мертвец То есть Мы Можем Это Сказать Но Это В магии Запрещенный Момент Например Когда я делал Растат Маме Сыночка Я вызывал Не открылась И позволила Сила Сказать Что идет В рай Но Бывает Так Что И часто Я бы Так Сказала Что Эта Информация Даже Если Открывается Мне Где Находится Душа Ее Запрещено Эту Информацию Называть Живым Потому что И рай И ад Они Очень Многомерны И там Есть Таинство Тайна А я Слышал Звоночек Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Виктория Приветствую Любомир У меня Была Дочь Дочь Которая Покончила Жизнь Замоубийством Это Было Извините При загадочных обстоятельствах Я до сих пор Не могу поверить В это Не понимаю Что произошло Вот хотела Узнать Вас Почему Она Решила Это сделать Я чувствую Сердцем Эту Вашу боль Солнышко Как ее звали Назвите Ее Лерочка Звали Еще Лера Лерочка Звали Ее Валерия Да Значит Так И сколько Ей было лет 25 25 лет И это Для вас Как загадка Целая Идет Ничего Непонятно Ничего Непонятно Кто Кто-то довел Ее до суицида Ничего Не было Предшествовал Ничего Вообще Через Я скажу О том Что вы знаете Очень непросто Вот Такую работу Сделать Но есть методика У меня Оракул Самоубийц Через эти карты Я Эту методику Могу реализовать И осуществить Готовы ли вы Сейчас Солнышко Я попробую Я готова Ее призвать Значит Так Еще раз После ее смерти Сколько прошло времени Чтобы я знала Какого она Год Надо чуть больше Чуть больше года Мы еще можем нормально Звать Потому что Чем больше проходит Времени Тем бывает Тяжелее звать Там все очень непросто Индивидуально Значит Валерия Я приступаю Я приступаю Матерь Что затворилось Что затворилось Матерь Санта Муэрте Пусть умершая Говорит Благослови Я просматриваю И чувствую Энергия такая Очень тяжелая Но Так Сейчас я скажу вам Что случилось Что случилось Что случилось Солнышко Я Что могу сказать Она узнала информацию Это карта информации Мне сейчас идет Как от нее Тоже Вот ощущение От того Сердце Начало у меня Валеть Она была Влюблена В мужчину Вот этого короля Вот сейчас Некратко Как поток Идет информации Она узнала Информацию О какой-то Его То ли Изменит То ли Любовная Встреча Была И она Получила Доказательства Этого Возможно Она об этом Мужчине Вам особо И не рассказывала Возможно Вы не знаете В этот миг Ее Мир Перевернулся Это такая Была Любовь Ну Непередаваемая И В этот момент У нее Как понимаете Она не знала Что сама творит И она Это сотворила К сожалению Вот Сотворила Как Возможно Даже Какой-то Был элемент Мести Ну И она Я не могу Это сказать Что точно Произошло Но я вижу Что это была Ситуация Из-за Неразделенной Любви Из-за Измены Мужчины И Она Вам Говорит О том Чтобы вы Обратили Внимание На Я думаю Что это Брат У вас Есть Еще Сыночек Или нет Да Вот Солнышко Она Очень переживает И хочет Газать Он младше Это Внимание Ее возрастом Нет Он старше На два года На два года Значит Солнышко Она хочет Что А он В душе Как маленький Ребенок Еще Вот это Она Мне Сейчас Передает Чтоб Вы Обратили На него Сейчас Внимание Она Хочет Она Что-то За него Переживает Он У вас Семья Романтиков Он Тоже Очень Романтичный Парень Обратите Сейчас Вот На него Внимание Она Простила Своего Обидчика Который Он ее Не доводил Фактически До этого Шага Рокового Хоть Какой-то Момент Вины Его И есть Но его Судьба За это Накажет Мне сейчас Идет Информация Свыше Отпустите Судьба Его Накажет За этот Грех Потому что Перед Богом Всякий Грех Наказуем Говорит Она вам Пророчество Что у вас Через год Будет Какое-то Очень Хорошее Весточка Знаете Что Вот вы Мне Через год Свяжитесь У вас Родится Или внук Или внучка От Вашего Сыночка Вот это Я вижу Она передает Вам Это рождение Карта Мне показывает Родится Ребенок Вы Что Со мной Обязательно Связались Значит Сынышка Она Передает Вам И говорит О том Что она Вас очень Сильно Любит И я Буду За вас Молиться Потому что Здесь Нужна Отчетка От некроэнергии Потому что Вы очень Сильно От Ну как бы Скажем так Погружены В эту энергию Нужно Работать На термине Дочка Вас Любит Нужно Душу Отпустить И Живите Дальше У вас Есть Сын И у вас Будет Внук Или Внучка Будьте Благословенны Помощники Пожалуйста Запишите Человека Ко мне На термин Мы будем Сами Работать А я Отпускаю Душу Я буду Молиться За вас Обязательно Матерь Санта Муэрте Ключами Матери Смерти Ключами Высших Сил Пусть Душа Умершей Отойдет В царстве Мертвых Господи Смелосердств Над душой Заблудшей Над душой Забвенной И твою Милость Прояви И ты Божья Матерь Помолись Ко Господу Христу Иисусу Чтобы Душа Валерии Упокоилась Господи Всемогущий Бог Смелосердств Аминь 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 Иди с миром Душа Валерии Покойся С миром Вечная Память Мои родные Что же Такое Душа И почему Душа Человека Бессмертна Душа От греческого Анима Это Особое Нематериальное Это особая Нематериальная Субстанция Которая Независима От тела Понятие Души Восходит К Анимистическим Представлениям Об особой Силе Обитающей В теле Человека И Покидающей Ее Во время Сна Потому что Сон Это путешествие Души Повладение Вечностью То есть Потусторонний Мир Повладение Смертью Загробный Мир В индийской Философии Душу Часто Рассматривают Как проявление Параматмы А параматма Это Высшая Духовная Сущность Это Верховный Дух Первооснова Всех Вещей Феноменов Душа Это Частица Вечной Энергии Всевышнего За Античным Философом Демокритом Душа Это Материальное Вещество Которое Состоит Из Атомов Огня Шарообразных Легких И Очень Подвижных Явление Душевной Жизни Демокрит Объяснял Механическими Феноменами Явлениями Душа Получает Ощущение От Внешнего Мира Благодаря Тому Что Ее Атомы Приводятся В движение Атомами Воздуха Непосредственно Истекающими От Предметов То есть Эти атомы От предметов Они Исходят А вот Отец Психологии Аристотель Написал Трактат О душе Он Отрицал Взгляд На душу Как на Вещество За Аристотелем Душа Неотделима От Тела Если Если бы Глаз Был Живым Существом То Его Душой Было Зрение Душа Это Сущность Живого Тела Человека Осуществление Его Бытия Так же Как Зрение Сущность И Осуществление Глаза Как Органы Зрения Функция Функция Души Реализация Биологического Существования Организма А вот За идеалистической Школой Платона Душа Это Самостоятельная Субстанция Она Она Существует Наряду С Телом И Независимо От Него Душа Это Начало Божественное Возвышенное Незримое И Вечное Тело За Платоном Начало Зримое Приходящее И Тленное Душа Приходит Из Первичного Мира Идей Эйдоса В терминологии Платона Эдетической Реальности И Постебиологической Смерти Тела Душа Возвращается В первичный Мир Идей Эйдоса Что Такое Душа Душа Это Нематериальные Животворящие Начало Это Частица Вечной Энергии Бога Которая Одухотворяет Тело Человека И Делая Его Живым То есть Человека Человеком После Смерти Тело Человеком Душа Переходит В новую Форму Бытия В вечность Ибо Душа Бессмертна Цель Жиземной Жизни Человека Подготовить Свою Душу К переходу В загробный Мир Жрецы И магия Из древних Времен Умели Вызывать Души Мертвых В оккультизме Есть Два Понятия Это Некромантия И спиритизм 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 Это Магические Техники Методики Которые Предусматривают Фактически В любом Месте И в любое Время Суток Вызов Души На Небольшой Период Времени Чтобы С помощью Доски Луижи Которая Вот у меня Либо Спиритической Системы Мистический Путь Ели Тару Чёрта Любомира Багайлинского Маятника Других Методик Вызвать Эту душу И получить От неё Информацию Ответ На какой-то Вопрос Либо Месседж А Некромантия Некромагия Это более Широкое Понятие Которое Вообще Предусматривает В целом Работу С кладбищем И с миром Мёртвых Но Мои Дорогие Я Хочу Сегодня Позвать Реального Эксперта И практика В Некромантии И Спиритизме Это Эксперт Центра Эзотерики И психологии Проматей Дмитрий Дульский Уважаемый Дмитрий Я приглашаю Вас К себе В студию Приветствую Приветствую Вас Дмитрий Я для тебя Подарок Ой Огромное Спасибо Вот Какой Интересный Подарок Это Календари Да Магические Ваши Дмитрий Творец На следующий Год Он создал Календари Уникальные Также Я вижу Вас Да Это тебе Может Пригодиться Огромное Спасибо Это Калода Таро Дмитрия Дульского Авторская Классичная Украинская Таро Огромное Вам Спасибо Дмитрий И Я попрошу Своих Помощников Вывести Вывести На экран Информационную Справку О Дмитрии Смотрим Во вторую Сейчас Камеру Дмитрий 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 Экстрасенс Самый известный Черный маг Некромант Украины Выступает в качестве Эксперта На многих Украинских Телеканалах Участник 13 сезона Битвы Экстрасенсов В Украине Серьезно Начал Увлекаться Магией Когда попал В субкультуру Металистов Сатанистов И готов Главное Перейдя От обычной Рук-музыки К ритуалам В возрасте Примерно Лет 13 Имеет Медицинское Образование А также Специализируется На гадании С помощью Рун И мертвой Энергетики Дорогой Дмитрий Я вам Очень рад И я Знаю О вашей Работе Я знаю Насколько У вас Огромный Опыт В работе С Некромагикой И некромантией И мне Хотелось Бы Задать Интересные Волнующие Телезрители Вопросы Связанные С Этой Темой Итак Первый Вопрос Вот Хотелось Бы Вашу Точку Зрения Есть Разные Телезрители Объяснял Точки Зрения Что Происходит С душой Человека Когда Человек Умирает Ведь Душа Вечная Я Вообще Я Вообще Сторонник Разных Теорий Даже Вплоть до Таких Как Рекорнация Она Объясняет Такой Эффект Как Деживю Ведь Откуда Это же Особенно Ну даже Не экстрасенс Любой Человек Когда Он Маленький У него Часто Бывает Такое Ощущение Что Он Был В том Или Ином Месте Но То Что Душа Не Умирает Она Проходит Определенный Путь Это Факт Теория Рая Теория Рая Ну я Не особо Так Уверен Что Существует Рай Это Скорее Больше Всего Легенда Но То Что Есть Какие Кармические Моменты Есть То Что Душа Может Вселиться В другого Человека Может Вернуться Обратно Пройти Еще Один Спасибо Вам Вы знаете Я скажу О том Что Известный Спиритизм Кардек Он Говорил О том Что Существует Идея Реинкарнации Перевоплощения А вот Вы Как Некромант Спиритист Как Вы Относитесь К идее Реинкарнации Я Отношусь С Большим Уважением Многие Мои Знакомые Вот Даже Ощущали Себя В каких-то Прошлых Жизнях Кто-то Был Каким-то Войном Кто-то Вообще Может Рассказать Какие-то Страшные Детали Второй Мировой Войны Причем В таких Подробностях И Действительно Вот Одна Из моих Коллег Даже Когда-то Поехала В Германию И Нашла Могилу Того Человека Которого Она Видела В своих Определенных Видениях Такая Теория Имеет Право На Существование Есть же Еще Другая Теория По поводу Тоже Связанная С Рекорнацией Что Душа Переселяется В другое Тело Когда Она Что-то Не Успела Закончить Что У каждого Из нас Есть Своё Определенное Предназначение Вот Если Мы Не Закончим Ту Или И Ную Миссию Нас Возвращают Высшие Силы Обратно Эта Теория Тоже Имеет Право На Своё Существование Спасибо вам Спасибо Вот Я Хотел бы Знаете Мне Очень Интересно Вот Эти Карты Ваши Что Вы Мне Подарили Это Ваша Колода Таро Вот Знаете Дмитрий Я Спасибо Большое Вы Организовывали Даже Эту Презентацию Стал Спиритическую Систему Мистический Пудье Таро Чёрта Любомира Богоявленского Я Верю То Карты Они Не Предназначены Для Вызова Мёртвых И у Меня Есть У меня Есть Свои Способы Общения С Мёртвыми Ну Я Непосредственно Это Делаю В местах Захоронения Мёртвых На кладбище Конечно То Что Ты Мне Предлагаешь Сейчас Доска Это Мой Первый Опыт Я Честно Скажу Мне Очень Интересно Потому Что Мы С вами Должны Провести Тогда Спиритический Сеанс И я Хочу Объявить Всем Телезрителям Что У вас Мои Дорогие Телезрители Я Хочу Сказать Вам Что У вас Есть Такой Шанс Поучаствовать В спиритическом Сеансе На столе Все Время У меня Как видите Лежит Доска Уиджи Это Спиритическая Доска Для Коммуникации С Мёртвыми И Она Может Показать Какое-то Послание Месседж С того света Но Для того Чтобы мне Провести работу Мне нужен Второй Помощник И вот Дмитрий Как опытный Смеретист И некромант Он Мне Поможет Поэтому Дорогие Телезрители Вы Можете Абсолютно Безопасно Прямо Сейчас Получить Весточку С того света Набирайте Наши Номера Горячей линии Плюс 38 093 264 17 77 Следующий Номер 0 Плюс 38 098 857 857 30 81 На экране Наши номера Тоже высвечиваются Я жду Вашу ситуацию Кто Хочет Безопасно Пообщаться С душой Близкого Человека Того человека Который Находится В вашем Сердце Мы с Дмитрием Проведем Для вас Спиритический Сеанс С помощью Доски Луиджа Я жду Ваш звоночек Мои дорогие К Дмитрию Я хочу Обратиться И его спросить Вот Дмитрий У вас огромный Опыт Работы С некромагией С феррикизмом И многие люди Мечтают Как-то хоть Во сне Увидеть Умершего Может какой-то У вас есть Совет Для телезрителей Как безопасно Можно Если очень болит Душа Увидеться С умершим Хоть на одно Мгновение Либо получить Какую-то От него Весточку Знаешь Любомир Меня Кстати Вот наоборот Обращается С такими Моментами Мы же знаем Что до года Даже нельзя Ставить памятник И душа В принципе Не уходит И многих Моих клиентов Наоборот Пугает Что они Вот как раз Ощущают Рядом Мертвых Спасибо большое Я понимаю У вас У нас Своночек Да Алло Так Первую кадру Смотрим Алло Здравствуйте Вы прямо На эфире С вами Любомир И Дмитрий Здравствуйте Меня зовут Владимир Я слушаю Мне 40 лет У меня Проблема Такая Жена Умерла Вот И она Мне постоянно Снится Почему бы Это А как давно Она умерла И как Ее Завали Как Завод Как Умерла Где-то 5 лет Назад 5 лет Назад Прошло И Как часто Она Вот Снится Вам Ну вот Постоянно Знаете Не то что Там Раз Или Два А так Периодически Постоянно Снится Так И Какое Крещеное Имя Как Ее Крестили Вы Не знаете Крещеное Знаете Ее Имя Да Вот Или Вы Не знаете Точно Ее Крестили Этим Именем Нет Не знаю Значит И зовут Ее Еще раз Име Алло Да Да Слушаю Как Зовут Ее Скажите Пожалуйста Еще раз Марина Марина Значит Тогда Сейчас Мы С Дмитрием Проведем Спиритический Сеанс С вашего Позволения Простая Работа Для Начала Вот Да Мы Ложим Сейчас Вот Так Значит Доска Выджи И Мы С Дмитрием Даем Сейчас Сигнал Высшим Силам Мы Берем Свою Руку Вот Ложим Так И Я Начинаю Читать Заклинание Открытия Портала Значит Пожалуйста Еще Разочек Назовите Мне Имя Извиняюсь Марина 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 Силы Земные Силы Небесные Силы Мира Мертвых Именем Адонайи Всевышнего Отца Пусть В сей миг Отворится Портал Доски Выджи Душа Марины Мы Призываем Тебя Приди В сей мир И говори С нами Через доской Выджи Пусть Законы Смерти Сейчас Через ключи Соломоновые Отпустят Душу Марины Душа Марины Марины Ты с нами Я ощущаю Что он вас Очень любил И любит Пожалуйста Дайте нам Месседж Послание Мы здесь Как медиумы С Дмитрием Хотим Выполнить Вашу волю Чтобы вы Дали информацию Важную Для вашего Мужа Я ощущаю Вот как Сейчас Идет Движение Так Идет Движение Оно Медленно Получается Но Ведет Мы будем Сейчас Спотеть По буквам Это непросто Но мы Концентрируемся Так Тянет Ведет Идет Так П П Буква П Ощущение Здесь Такое Стабильное Как руку Кто-то будет Держать Рука Как немеет У меня У вас тоже Дмитрий Холод Холод Идет Холод Мне даже Какие-то Мурашки Идут По теле И как будто Рука Анемела И вот Что-то Ведет Ведет Р П Р Так Смотрим Мы дальше Даже Покалывание Идет Час Так И П Р При В Прив 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 Привет Привет Привет. Привет. Это слово привет. Привет. Смотрим. Смотрим дальше. Как ведет. Идет руку. Привет. Лжу. Лжу. Так, вы знаете, у меня как Б. Я вот сейчас, если... Марина, я хочу спросить, привет, любимый, вы это хотите сказать? Скажите нам да или нет, потому что у нас очень мало времени. Простите, вот, да, привет, любимый, она передает. Марина, тогда давайте, чтобы будем, вот, вы выходите со мной сейчас телепатически, энергетически на связь, и вы давайте нам какие-то первые буквы, и подсказывайте мне, если это так, то говорите да, если нет, то нет. Чтобы у нас просто мало эфирного времени. Так, я жду вашу новую информацию. Так, 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 сейчас. Сейчас. М, 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 МН идет. Марина, вы хотите сказать, что мне, мне? Да, она говорит, это идет информация. Значит, она говорит, что привет, любимый, мне, мне, сейчас, сейчас. Дайте нам, пожалуйста, подскажите, Марина, что вы хотите сказать еще? Т, а, та, мне, там, 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 там. Хорошо, хорошо. Марина, скажите, пожалуйста, это так, да или нет? Да, мне, там, там, нет. Да, мне, там, хорошо. Дайте новую информацию. Марина, что, что вы хотите сказать? Много идёт информации, сейчас такой поток идёт. Так, мне там хорошо. Р, А, С, Т. У нас очень мало времени, Марина, вы знаете, пожалуйста, дайте мне ещё информацию через гейтеру чёрта, потому что нужно больше времени. Сейчас я раскину, да, Дмитрий, Марина? Дайте краткую информацию вашему мужу, у нас малое, прошу прощения. Значит, так, прямо здесь. Смотрите, что она хочет сказать. Она хочет сказать, чтобы вы растили парни, это дети, наверное. Вот скажите, у вас есть дети, сыновья? Ну да, конечно. Расти наших детей, она говорит, расти наших детей, значит, дальше. Она боится, переживает, чтобы вы не болели, и говорит о том, что у вас, значит, так, у вас, сейчас я просматриваю. Смотрите, у вас будет новая женщина, она говорит, и чтобы вы не боялись, это не будет измена. Вот не бойтесь, у вас будет новая женщина, будет новая семья, и ваша судьба, поверьте, она продолжается дальше. И когда вы будете вот эта карта отходить, умирать, она обязательно придёт в вас и встретит возле смертного адра. Вам просто нужно её отпустить. Вы сейчас в этой некроэнергии закрыли ваш путь. Ваш век будет очень долгим, вот эта карта чётко показывает, невероятно, 99, возможно, 99 лет даже проживёте. Очень долгий, и век вас будет счастливый. Я буду за вас молиться, обязательно запишитесь к нам в дмитрии на термин. Мы можем ещё для вас провести индивидуально спиритический сеанс через доску Уиджи, но на это может потребоваться минут 30-40. Будьте благословенны, я буду за вас молиться. А я завершаю наш спиритический сеанс. Ключи мироздания, ключи смерти, ключи Санта Муэрте, затворите портал доски Уиджи. Душа умершей Марины, иди во царствие мёртвых, там, где ты есть, там, где к тебе уготован путь. И дозотворятся сии врата, покойся с миром, Марина. Аминь, аминь, аминь. На этом наш спиритический сеанс завершён. Дмитрий, какие были ощущения у вас во время? Ты знаешь, достаточно интересная доска, я много о ней слышал, но как-то, ну вот, если бы не ты, я реально... Это просто поймите, что телезрители, вы можете это, вот, сомневаться даже в чём-то, но это просто неописуемо не передать, когда оно рука аж не имеет и уводит по этой доске. К сожалению, время нашей передачи не позволяет нам это очень долго, мы чувствуем это, но я всегда с вами на связи. Наши мастера на связи, запишитесь прямо сейчас в телефоны. Мои родные, если у вас болит душа, если у вас кто-то, боже, упаси, умер, не бойтесь, стучи. Звоните ко мне, к Дмитрию, и мы, к другим мастерам, и мы обязательно проведём спиритический сеанс для вас. Пожалуйста, Дмитрий, наш эфир заканчивается. Скажите пару слов телезрителям. Я хочу сказать, что вот этот звонок, это, в общем-то, стандартный, ну, классический, я бы даже сказал, звонок, классическая проблема, с которой обращается к некроманту. И, в принципе, тут хорошо, что человек позвонил, позвонил в этот центр, не побоялся, потому что обычно люди сидят, замыкаются в себе, и таким образом они ж на самом деле не отпускают своих близких. Человек после смерти, он всё-таки должен уйти куда-то в Чистилище, в другой мир, а не находиться рядом. Я призываю всех жить и говорю, чтобы вы все знали, что жизнь после смерти существует, и наша передача тому свидетельства «Душа человеческая бессмертна». А наш эфир подходит к завершению. Всего хорошего. Я буду молиться за вас.